Знают свое дело. Ежегодные традиции Муромского прибора строительного завода вновь собрала порядка 200 представителей самых разных профессий и специальностей. Все они боролись за звание лучшего на своем трудовом поприще. За соревнованиями по профмастерству наблюдала наша Екатерина Задовская. Торжественное приветствие участников конкурса профессионального мастерства. Уже стоя на пороге любого цеха Муромского прибора строительного завода, сразу видно, здесь рады каждому желающему, кто хочет проявить себя в своей специальности. Все, несмотря на такой выходной день, мы сегодня пришли на рабочие места с тем, чтобы подтвердить и показать, что наш Муромский производительный завод является флагманом не только в округе Мурома, но и вообще в нашей отрасли. И вот этот патриотизм, который вы несете на своих сердцах, в своих мыслях, он строится и, скажем так, воздастся во славу нашего главы. Работа для трудящихся по сути та же, они выполняют ее ежедневно, но настроение сегодня совсем иное – праздничное. Эта традиция, поддерживаемая руководством из года в год, позволяет каждому работнику не просто продемонстрировать свой профессионализм, но и стимулирует их материально. Историю конкурс ведет от 1999 года. Тогда начиналось все с трех профессий – токарь, слесарь и фрезеровщик. Сейчас проводится по 18 профессиям. После конкурса победители за первое место получают 20% тарифной ставки в течение года, за второе место 15% и за третье место 10%. Здесь все как на настоящем экзамене. Сначала теория. Складывается, то есть напряжение низковой потребителя. Здесь все наоборот. То есть все потребители, если 220 сеть, то в каждом потребителе идут на 220. А затем участники соревнований приступают к практическим заданиям. В каждом цехе у каждой профессии, разумеется, своя специфика. Но цель у всех одна – выполнить работу максимально качественно, уложившись в заданный срок, соблюдая при этом правила и технику безопасности. Муромскому приборостроительному заводу поистине есть кем гордиться. В цехах и подразделениях работают люди не просто с огромным стажем, но и большой любовью, верностью своему делу и коллективу. Работу свою люблю. Даже в 2 часа ночи разбуди и попроси меня выйти на завод, выйду обязательно. Я как хирург прихожу, например, сломанные детали, я ее восстанавливаю. И, например, там станина, усы, например, двигатель, лапа отвалилась. Кто ее может? Только опытный свадщик молодой даже, например, не знает. А станина сделана, например, из чугуна. Нужен добавку там или специальный электрод или чего-то. И тут именно нужно там либо подогрев, либо чего-то. И мы это все проходим, все изучаем, все знаем и работаем, восстанавливаем детали. А тот факт, что в числе участников профессионального соревнования с каждым годом все больше молодежи, подтверждает, что у старшего трудящегося поколения есть преемники. Жизнь завода по-прежнему кипит. В конкурсе решил поучаствовать первый раз. Решил себя проверить в мастерстве своем, показать себя. Проведение конкурса профессионального мастерства, пожалуй, одна из лучших традиций предприятия. Зародилась она еще в эпоху социалистических соревнований. Минуя десятилетия, это событие остается хорошим поводом отметить лучших в своей профессии. Екатерина Задовская, Алексей Капотов. Новости Муром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова